Добрый вечер! Вы смотрите Телемикс Новости в студии Ирины Мигуновой. Сегодня в выпуске. Их слушают и слушаются. Общественные наблюдатели проверили качество ремонта в лагере Надежда. Почему к нам не едут? Проблему оттока населения обсудили в Приморье. Ремонт дворов на Кирово и Теремецкого. Глава пообщался с жителями многоэтажек. Семь лет учебы за спиной Суворовца отметили выпускной. Приключения Незнайки и его друзей. В театре дети показали детям спектакль. Активизм как образ жизни Спартаке Агатосов прошла в локомотиве. Народные наблюдатели проверили качество работ в лагере Надежда, где в этом году капитально отремонтировали столовую и спальный корпус. Чиновники и подрядчики замечания общественников приняли и к сведению, и к исполнению. И мы там были, и все поручения зафиксировали. Мы еще, чтобы не разрушилась отмостка, мы сюда заказали, знаете, эти лотки есть. Мы их поставим? Это мы заказали, да. Все, они будут, сейчас придут. Руководители управления администрации отчитываются «нет», не перед начальством. Ответ заставляют держать народные контролеры. Практически все социальные объекты в округе под их неустанным бдением совать свой нос и заставлять переделывать. Действия, конечно, не особо приятные, но для общего дела незаменимые. Прости, пригласили гонить. Просто, чтобы вода не истекала и нам не попадала. Хорошо, запишите. Муниципальный лагерь Надежда сегодня объект изучения общественными наблюдателями. А точнее, качество капитального ремонта в столовой за 16 миллионов и в спальном корпусе за 11. Деньги немалые и область освоения священная. Дети. Важно все до мелочей. Светлана Ивановна, надо бы здесь вот дать им, чтобы они закрасили. Хорошо сделали. Потому что служить корпусам еще долго, а красивое все пока новое. И только пытливый взгляд беспристрастных людей поможет заметить недочеты за общим флером новизны. Я в понедельник утра день, чтобы все замечания были исправлены. Ты меня знаешь. У нас замылился глаз. А люди приезжают со свежим взглядом. И, конечно, им виднее. Ну, у них, наверное, задача немножечко другая. И вы знаете, конечно, в таком вот тандеме работать нужно. И это приносит свои плоды. И еще один долгожданный объект на финальной стадии строительства. Ура! Наконец-то дождались теплый туалет. Здесь рабочие одновременно заканчивают облицовку и ищут воду под землей. Как найдут, запустят. По строительству, конечно же, есть недочеты. Но это как в любом строительстве, наверное, нас слышат, нас видят. Мы на то и есть, чтобы приезжать, проверять, регулировать. И то, что сегодня внесли в замечание, сказано было, что обязательно устранят. И для этого в июле мы приедем и проверим. В этом году лагерю «Надежда» уже 62 года. С первых дней сохранились даже некоторые скульптуры. И система уличных рукой многомойников. Только коммуникации уже новые. Осталось чуть подшаманить по совету знающих и неравнодушных. Приедут, проверят. А если подрядчик не выполнит поручения народных контролеров, деньги за работу не получит. Ирина Мигунова, Телемикс. В чем проблема оттока населения в регионе и как привлечь к нам людей? Вектор демографического развития на Дальнем Востоке обсудили в Приморье. Также обсудили достижения национальных целей, потенциал и перспективу края. Подробности далее. Эхо лихих 90-х до сих пор откликается на главнейший сфер жизни страны – росте населения. Негативная демографическая ситуация существует по разным причинам, которые озвучили на Всероссийской конференции в Приморье. Сейчас мы видим негативный демографический эффект на численности женщин в возрасте от 25 до 32, 3, 4 лет. Вот только по Дальнему Востоку, чтобы вы понимали, у нас количество женщин в этой группе 25-34 года снизилось за последние только 5 лет. А демографический спад у нас начался раньше на 21%. А это каждая пятая женщина. Следующее возрастное поколение – от 15 до 24 лет, которое потенциально могло бы подарить стране женщин, их количество за эти же пять лет выросло всего на 6%. Таким образом, можно сделать вывод, что серьёзного прироста ждать не приходится. На пике же численности находятся представительницы прекрасного пола в возрасте 35-49 лет. И здесь стоит учитывать, что интенсивность рождений после 40 лет резко снижается. Особое внимание уделили демографической ситуации в сёлах. На данный показатель влияние оказывает уровень смертности населения. Здесь хотелось бы остановиться более подробными на медико-демографических параметрах для Восточного федерального уровня. Так, например, владельческая смертность на Дальнем Востоке у нас на полечках на 8% лучше, чем в среднем Российской Федерации. 4 жилья и 4,2 промилле, соответственно, за исключением и пути, и Папаровска, и Сахалинка. Кроме того, ток населения из Дальнего Востока продолжается, и это ещё больше усугубляет демографическую ситуацию в наших регионах. В связи с чем сегодня особое внимание уделяется дополнительным мерам ускоренного социального развития, повышения качества и уровня жизни, обеспеченности граждан, к примеру, инфраструктурой, доступностью и качеством соцуслуг, а также жильём. Очень актуальный вопрос по качеству жизни, если говорить, это вопрос образования, здравоохранения, это спорта и так далее. Мы ощутили это на себе, и даже наши опросы среди молодых людей, они говорят, да, мы готовы переехать даже в Кремос-Китай, где учат детей, какое качество образования и всё. Хочу сказать, что да, это проблематично для нас было. Мы приняли ряд кадровых решений и привлекли тоже других субъектов, специалистов в области образования, в частности. Отметим, что Всероссийская конференция «Демографическое развитие Дальнего Востока» – уникальная экспертная площадка, где дискутируют федеральные и региональные органы власти. Представители институтов развития, эксперты, деятели науки и общественности в этом году провели уже девятую по счёту встречу. Виктория Калинина, Марина Роман, Телемикс. Обновлённые дворы на улицах Кирова и Теремецкого проверил Евгений Корж. Строители благоустроили девять придомовых территорий, а также заасфальтировали межквартальный проезд. Большая часть работ уже прошла приёмком. Подробности в сюжете. Пока одни дворы готовятся к асфальтированию, другие уже блестят свежим покрытием. Как идёт благоустройство придомовых территорий на Кирова и Теремецкого проверил глава округа Евгений Корж. Последний раз такого рода работы здесь проходили очень давно. Для жителей масштабное обновление межквартального проезда стало долгожданным событием. Я не помню, когда она была в порядке. А сейчас сделали благоустройство. Жители довольны, что асфальт, всё благоустроили. В целом отремонтируют придомовые территории девяти многоэтажек. Строители заасфальтировали и межквартальный проезд, общая площадь которого – 1100 квадратных метров. Есть планы и по дальнейшему благоустройству. Очень много домов, много детей. Я посмотрел, я думаю, что в следующем году мы ещё сделаем большую спортивную и детскую площадку. В ходе проверки выявили и недостатки. Дворы на улице Теремецкого не прошли приёмку комиссии. Здесь запланирована выемка асфальта для проверки качества. Также приведут в порядок кювет водоотведения. Данный кювет не обслуживался. Зарос. Необходима прочистка кювета и вывод воды с данной территории. В ближайшее время будет проведено обследование и спланированы работы по восстановлению водоотведения поверхностных стоков. Напомним, работы по благоустройству ведутся по программе «100 дворов Уссурийска». С 2019 года в округе обновились более 200 придомовых территорий. Евгений Михайлов, Роман Адонин, Телемикс. Дождливые выходные ждут приморцев. По сообщениям синоптиков, солнце на небе жители края увидят только к среде. В субботу в ночь на воскресенье регион окажется под воздействием атмосферных фронтов. На большие территории пройдут осадки, местами сильные. В Уссурийске прохладно до плюс 16. Свежий юго-восточный ветер добавит ощущение дискомфорта. С понедельника показатели на уличном термометре поползут вверх. К середине недели распогодится. В нашем округе к пятнице будет уже 27 градусов тепла. Впереди короткий рекламный блок. Оставайтесь с нами. Далее вы увидите. Ура! Выпускной! В Суворовском училище прошла торжественная линейка. Спектакль для особенных детей. Приключения Незнайки и его друзей показали в театре. Флэш-моб ко дню йоги. Тем для города дамы прекрасного возраста устроили перформанс. Это вечерний выпуск программы Телемикс Новости. Идем дальше. Выпускной прошел в Суворовском училище. Долгий путь завершили 68 воспитанников, 19 из которых с отличием. В планах у ребят продолжить учебу в военных вузах страны. Подробности в сюжете. Рота суворовцев в парадных мундирах застыла в строю в последний раз. Училище с аттестатами покидает выпускной курс. Долгожданному дню предшествовали 7 лет упорной учебы. Ведь кроме привычных школьных дисциплин, ребята здесь постигали и азы военных наук. Это знаменательный день. Буду скучать по своим ребятам, сослуживцам. Ну, а так весело, что выпустились. Все очень круто. Готов и дальше продолжать быть военным, связать свою жизнь с армией? Да, конечно. Я поступаю в военное училище. С выпускниками тепло попрощались их преподаватели. Напутствовал ветеран первого набора училища, участник парада победы. Поздравить ребят пришли родственники, кто сам носил когда-то алые погоны. И, конечно же, радовались за своих возмужавших сыновей родители. Я очень рада, что он закончил уссурийское военное суворовское училище, потому что в нем заложен характер мужчины, характер воина, характер ответственного человека, который отвечает за свои поступки, любит родину, уважает старших, уважает. По семейной традиции сегодня выпускается мой брат, младший. Он закончил с золотой медалью, поэтому мы его поздравляем. Желаем ему дальнейшего успешного прохождения службы в рядах Вооруженных сил Российской Федерации. Перед лицом своих наставников, родителей, учителей, офицеров-воспитателей торжественно клянемся. Помнить тех, кто учил нас и с кем мы учились. Клянемся. Клянемся. В этом списке выпускников 68 суворовцев. 19 из них закончили учебу с отличием. В планах у ребят продолжить служить Отечеству и поступить в военные вузы страны. Ну а пока звучит для этих парней последняя команда. Выпускному курсу вольно разойдешься. Ура! Евгений Михайлов, Роман Адонин, Телемикс. Дети выступили для детей. На сцене драмтеатра имени Веры Комиссаржевской прошел благотворительный спектакль для особенной публики. Смотрели приключения Незнайки и его друзей. Постановка о дружбе из 40 мальчишек и девчонок. Среди зрителей была и наша съемочная группа. Яркие костюмы, отточенные движения и полная уверенность в действиях – это воспитанники театральной студии «Маска». Артисты 9-11 лет. И сегодня они выступают для детей. Но публика в зале особенная. Это мальчишки и девчонки, которые оказались в трудных жизненных условиях. Некоторые с ограниченными возможностями здоровья. Дети знают, что зритель особенный. Я считаю, что это очень важно. И мне, как руководителю детского коллектива, объяснять, что бывают у нас особенные зрители, для которых нужно работать гораздо лучше, чем, например, для простого зрителя. Потому что для них очень важна частичка энергии, доброты, которую, я уверена, дети будут нести со сцены. История про дружбу между полами. Девочки очутились на другой планете. Но как же грустно им без мальчишек. Те, в свою очередь, тоже тоскуют по шуткам, разумности и веселью, которые способны даровать только представительницы прекрасного пола. И тот самый Незнайка спасает положение. Он веселый, смелый и искренне всегда извиняется и хочет измениться. А что ему менять нужно? Он нехороший человек? Нет, он хороший, но просто его не научили, как правильно себя вести. И он пытается измениться. Театральная студия для детей – место, которое дает возможности и закаляет характер. Каждый участник готов поведать, как сложно давались первые шаги на сцене. Как страшно было говорить слова. Но они смогли преодолеть неуверенность. И миссия этой постановки сегодня не только бесплатные билеты, но и пример для тех, кто в зале. Что любой человек может переступать через трудности. Я в театральной суде научился мастерству. Научился не стесняться себе. Научился никого не бояться. Когда, например, обзывают, научился отвечать навсегда. Ничего я не боюсь. Для ребят очень важно то, что их сегодня пригласили в театр. Здесь не могут посмотреть на других ребят, на актеров со сцены. Может быть, даже кто-то найдет себя как актер, кому-то понравится. Ну, я так понимаю, просто так вам не попадает. Это всегда какая-то не очень радужная история. Да, конечно. Это, как я уже сказала, дети из трудной жизненной ситуации, из семьи, оказавшихся в социально опасном положении. Лето – время ярких эмоций, новых открытий. И каждый на спектакле их сделал. Юные артисты увидели, что есть другие дети, не такие, как они. А зрители на ярком примере поняли, как важно не бояться что-то менять и уметь дружить. Ольга Муравьева, Роман Адонин, Телемикс. Активизм как образ жизни спартакиада ТОСов прошла в Уссурийске. Напомним, ТОС – это территориальное общественное самоуправление, то есть объединение людей, которые сами управляют своим микрорайоном. А сегодня они собрались вместе, чтобы посоревноваться не в добрых делах, а в веселых стартах. Ничего не понятно, но очень интересно. Кричалки, дуделки и свистелки сегодня звучали в спорткомплексе «Локомотив», где прошла спартакиада среди активистов уссурийских микрорайонов – ТОСов. Это ежегодное такое мероприятие, яркое, красочное. В нем участвуют с каждого микрорайона. Радует то, что они не только активно ведут себя на кругах, а именно и то, что они занимаются спортом. Показывают пример молодежи и старшему поколению, что спорт – это действительно норма жизни. Спорт продлевает жизнь. Соревновались несколько команд. Здесь не нужно было подтягиваться, бежать 100-метровку или тягать гирю. Веселые старты – формат понятный, занятный и посильный для любого возраста пола и вероисповедания. В свое время большее число участников было из нашего хора железнодорожного, Совета ветеранов. Поэтому такое название оригинальное. Дружба, любовь – оно наше, но вдохновение – оно ближе, наверное. Но на дворе четверг, рабочий день. Возмутятся те, кто хотел бы, да не смог повеселиться с другими. Но оказалось, если очень захотеть, можно славно попотеть. Нас свиснули, мы пришли. Да, мы вычеркнули всех из жизни и посвятили сегодня день спорта. Правда, Женя? Ну, это удовольствие. Я уже поняла, вот первое соревнование, только первая часть прошла. Это удовольствие. Я нисколько не пожалела, что пришла. Так, и что, вы в работу прогуляли, да? Запросто прогуляли, работу ради такого. У нас есть справка, мы всем выдаем справки, выходите в спорт. Вот у нас казачка. Здесь мы пришли за победой. Первый раз и первое место мы готовы взять. Как вы так смогли с работы все улизнуть? Потому что мы работаем в одной организации. А кто ваш главный? Я. Валерия Валерьевна. И вы всех отпустили? Да, я всех сегодня отпустила. Будьте осторожны. Если пирамида упадет, будет ноль очков. Конкурсы и на подумать, и на побегать. Но везде победа доставалась лишь тем, кто дружен. Им любые препятствия расплюхнуть. Активизм как образ жизни. Эти люди не могут сидеть дома. Они ловят эмоции и причиняют соседям свою заботу. Да потому что дядю эти люди не ждут. Берут и сами все делают в своих микрорайонах. Выигрывают гранты, между прочим. Благоустраивают дворы и скверы. И работать умеют. И отдыхать. И праздники отмечать. День рождения в спортзале – это фейверк. Неожиданно, но приятно, что меня поздравил весь город. И вся наша команда. Нас по микрорайонам 12 тосов и все здесь. Я счастлива. Победила, конечно, дружба. Но кое-кто оказался дружнее. На первом месте – тос загородный. На втором – северный. На третьем – южный. В номинациях – самая сильная команда «Мелькомбинат». Лучшая визитная карточка у казачки. Самая меткая сборная – «Слобода». Быстрая – тос-дуэт. Кулинарная – пятый-шестой километр. Ну а самые молодцы организаторы. Администрация Уссурийского городского округа, которая зарядила активистов на новые подвиги. Ирина Мигунова, Роман Адонин. Телемикс. 21 июня – Международный день йоги. В нашем городе есть большая группа дам прекрасного возраста, которая углубилась в спортивную медитацию, только выйдя на пенсию. Все станут участниками краевого фестиваля йоги, который пройдет в Уссурийске уже в это воскресенье. В честь праздника женщины устроили флешмоб в самом центре города. Поздравляем с Международным днем йоги! Ура! Вот так массово, громко, энергично, используя для здоровья, они вышли в самый центр города. Они – дамы пенсионного возраста, которые занимаются коуч-йогой. И 21 июня – Международный день йоги – считают отличным поводом, чтобы заявить о себе и пополнить клуб единомышленников. И посвящен он даже не то чтобы Международному дню йоги, он посвящен всем тем, кто лежит на диване, кто думает, что спорт – это не для него, что он вырос с него или возможностей нет. Посмотрите сегодня на тех женщин, которые пришли. Кому-то сложно было это сделать в силу здоровья, но они здесь, они показали, что действительно йога в их жизни есть, и благодаря этой йоге, коуч-йоге, у них меняется жизнь. У каждой интересная история, как робко, со страхом, начинали погружаться в активный процесс. Казалось бы, пенсия – время отдыхать от всего. А они отдыхают, только активно. И на флешмоб на центральной площади пришли с большой охотой. Впереди у этого коллектива важное событие – краевой фестиваль йоги в нашем городе, где можно будет изведать еще неизведанное. Ну а пока по расписанию танцы. Сразу приготовили левую ручку, левую ножку. Начинаем сразу. К этой группе в полосатых купальниках присоединяются прохожие. Но как пройти мимо, когда с таким задором женщины пляшут? И это после занятий йогой. Стеснения никакого. Улыбка на лице и с какой гордостью они озвучивают цифры в своем паспорте. А в душе-то всегда 18. Мне, к сожалению, уже 86 лет будет 15 июля. Вы чувствуете свой возраст? Да нет, нет. Возраст это... Что помогает не чувствовать? Наверное, характер такой. Я как-то всегда любила спорт, всегда любила подвижность. И оно как-то мне помогает. Вот я одно время не стала ничего делать. И все, начали мышцы болеть, все, я опять. За пару месяцев научилась стоять на одной ноге. Того и гляди, освоит шпагат. Кстати, на краевом фестивале йоги можно и гвозди стояния испробовать. И тут у Елены загораются глаза. Она точно попробует. Могут и другие желающие. В предстоящее воскресенье микрорайон Радужный ждет всех. Программа весьма насыщена. Вход свободный. Не пропустите. Ольга Муравьева, Роман Адонин, Телемикс. Пока это все новости. Больше информации ищите в наших социальных сетях. А этим вечером с вами была Ирина Мигунова. Еще увидимся. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин